Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулис, то, что там происходит, боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой на Радио Балком Хотите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Сейчас классическую музыку невозможно уже услышать, к сожалению, вживую Особенно у нас в Риге Но, тем не менее, приобщаться к классике нужно и важно А сегодня у нас в гостях известный российский саксофонист Сергей Говоров Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, Елена Здравствуйте, дорогие слушатели Да, на самом деле в Москве тоже уже почти локдаун, если можно так сказать Потому что там разрешены лишь 25% заполненности зала Учитывая, что почти все это все-таки коммерческие организации Проводить так мероприятия практически невозможно Сергей, все ли концерты отменились? Или все-таки где-то еще удается играть? Ну, вы знаете, вчера мы были немножко в таком шоке, когда увидели все эти новости Вот, и пока непонятно, что происходит Потому что вступают ограничения в пятницу, тринадцатого числа Вот, и пока у нас вот завтра есть концерт, мы его с удовольствием играем А дальше будем смотреть, что и как Потому что такие немножко расплывчатые формулировки в этом указе Поэтому вот ждем каких-то разъяснений Уточнений, да Где у вас будет завтра концерт и с кем? У нас будет завтра концерт на новой концертной площадке, которую мы открыли Несмотря на это непростое время, она находится на хлебозаводе номер 9 И там мы будем играть камерную музыку с проектом Simple Music Ansible И завтра у нас аншлаг Поэтому вот посмотрим, может быть, это будет на какое-то недолгое время Так скажем, прощальный концерт Ну, аншлаг в условиях новых предыдущих правил Когда возможно было лишь 50% от полного зала Дорогие друзья, у нас в гостях передача «Культурная среда» Известный российский саксофонист Сергей Говоров Задавайте свои вопросы по телефону 672-12-939 Сергей, расскажите, что это за новый зал То есть вы там являетесь теперь директором Или там часто будет проводить участие с саксофоном, или как? Ну, директором я там не являюсь Его придумал и открыл весь этот проект Мой очень хороший друг Григорий Волков Любитель камерной музыки И этот зал, он находится в одном из цехов хлебозавода номер 9 И мы там сделали такое, ну, так скажем, интересное и внешнее И я надеюсь, по наполненности в будущем пространство И я очень надеюсь, что там также будет звучать и орган И мы будем проводить какие-то фестивали и интересные концерты Большой зал? Зал на 180 человек Ну, камерный, замечательный зал Скажите, далеко ли он на центре или в самом центре Москвы находится? Это метро Дмитровская То есть, нельзя сказать, что это самый центр Третье кольцо Как говорят, третье кольцо Да, третье кольцо от метро буквально две минуты На самом деле, это довольно-таки интересное пространство Там очень, оно такое модное и среди молодежи И среди старшего поколения То есть, там очень много разных интересных магазинчиков Выставок, кафе, ресторанчиков То есть, это такое культурное пространство Которое удалось сохранить и не застроить его очередными новостройками Поэтому я надеюсь, что мы там останемся и будем проводить концерты Какой там антураж? Урбанистический или в каждом комплексе свой отдельный? Вот, например, в вашем зале? Там, где мы находимся, он совершенно урбанистический То есть, там такие колонны, которые не отштукатурены Но окна, правда, новые, красивые Но там так музыка камерная звучит и выглядит там довольно-таки интересно Ну, хочется играть там в основном современную музыку В которой вы придерживаетесь Или все-таки можно играть и академическую, классическую музыку? Ну, вы знаете, вот сегодня концерт, в котором я не участвую Ребята будут играть Серенады Моцарта То есть, на прошлой неделе мы играли произведения Макса Рихтера То есть, хочется совместить и такую современную, даже, может быть, ультрасовременную музыку С концертами чисто классических композиторов А вот такой вопрос, может быть, странный Хлебзавод Сохранились ли какие-то там, может быть, элементы декора от хлебзавода? Там, какие-то мучные сито просеивают муку Там, или хлеба Или это только осталось одно название? В этом зале не сохранилось ничего, что напоминает хлеб Но сама территория хлебозавода Там остались какие-то такие чаны большие Какие-то трубы, которые, видимо, использовались как вытяжки То есть, такое, вот вы очень хорошее слово нашли Урбанистическое место Там по максимуму сохранено все, как это было Но все равно, конечно, это уже современное пространство Ну, кстати, кто слушает нас не только аудио, но еще и видит видео То Сергей сидит на фоне своих афиш Кстати, немногие музыканты сохраняют афиши И так приятно, и там моя однокурсница Как раз Олеся Кравченко Органистка, с которой у Сергея дуэт, начиная с 2006 года Очень длительное сотрудничество И стоит отметить, что музыканты сыграли не только Играют не только многочисленные переложения для блестящего дуэта Орган и саксофон Но также и много современных произведений И именно для этого дуэта созданы Уже пишут композиторы Сергей, кто пишет для вас музыку? Сколько, можно так сказать, сколько минут или часов Написаны именно для вашего дуэта? Ну, вы знаете, нам очень приятно сотрудничество С итальянским композитором Тициано Бидетти Который написал для нас несколько произведений Которые мы с удовольствием исполняем С удовольствием общаемся Но и, конечно же, мы стараемся находить новую музыку Других современных композиторов Которые написаны, может быть, не специально для нас Но для этого состава инструментов То есть для этого дуэта То есть не переложения какие-то И сейчас довольно-таки много современных композиторов Обращаются к такому составу инструментов К дуэту Органа и саксофона И, на наш взгляд, получается очень разнообразная и интересная музыка А вот ваш альбом, который вы собираетесь записывать Музыкальный альбом «Саксофон и Орган» И на который как раз вы собираете Устроили сбор средств на акроатфандинговой платформе Планета.ру Какие туда войдут произведения? Ну, я с вашего позволения хочу немножко рассказать Про вот эту вот нашу идею Потому что за все годы сотрудничества Накопилось огромное количество концертных программ И в том числе мы, как я уже говорил Играем произведения Которые современные, которые написаны Для этого состава инструментов И нам, конечно же, очень хочется Записать эти произведения Потому что практически ни одно из них В мире нигде не записано и не издано Я не имею в виду концертное исполнение А вот именно профессиональная запись Аудиозапись, да И вот в связи с тем, что сейчас мы временно не можем играть концерты Уже, как это выяснилось вчера снова Мы, конечно же, хотим вот это вот время Использовать для записи вот этих произведений Но запись такого дуэта, как орган и саксофон Это довольно-таки сложное мероприятие Потому что при всем большом количестве органов В России и в Москве Не все предназначены для записи Это либо орган может быть чуть-чуть не в порядке Либо сама акустика не подходит для записи Либо слишком сухая, либо слишком объёмная В основном это, конечно же, слишком объёмная В церквях Акустика И сам этот процесс, он довольно-таки сложный И даже с точки зрения не только зала и органа Но и технологии записи Немного звукорежиссёров в России Которые могут качественно и с пониманием дела Произвести запись Такой дуэт, да? Да, поэтому, к сожалению, к огромному Запись требует довольно-таки больших финансовых вложений И мы решили обратиться к нашим слушателям К нашим, я надеюсь, поклонникам Для того, чтобы они помогли записать Вот эти вот произведения Помогли финансово, естественно Потому что самим нам довольно-таки сложно Это финансово будет сделать Ну, действительно, там очень большая сумма Когда нужно заплатить за аренду Оплатить звукорежиссёру Сам выпуск диска Это очень приличные средства В евро это, получается, раньше был курс, конечно, более лояльным Сейчас где-то порядка 4 тысяч евро Или 350 тысяч рублей И это как раз вот участвуют два молодых музыканта Вернее, уже даже не молодых Титулованных Сергей Говоров Саксофонист и органистка Олесь Кравченко Кстати, Сергей Говоров должен был приехать И играть вместе со мной в июне У нас были запланированы концерты В церкви Святого Иоанна Которые, к сожалению, не состоялись В середине июня Я очень надеюсь, что когда закончится пандемия Когда мы вернёмся все В обычный строй жизни Мы сможем всё-таки сыграть вместе с Сергеем Уже здесь, в Риге А кто знает, может быть, сможем пригласить Весь дуэт Сергея Вместе с Олесьей Кравченко Сергей, а какие всё-таки произведения Войдут в ваш музыкальный альбом? Ну, вы знаете, мы хотим Прежде всего записать Рапсодию Пола Крестона Которая написана для органа и саксофона Это американский композитор Который писал Довольно-таки много для саксофона И, допустим, его соната Для саксофона и фортепиано Она является прямо вот Хрестоматийным произведением Для всех академических саксофонистов То есть, довольно-таки Очень известное произведение Но вот Рапсодия Она мало исполняется Даже, по-моему, на Ютюбе Мы не смогли найти Никакую запись Исполнения В этой Рапсодии Кроме нашей И вот хочется, конечно Прежде всего, записать её Это очень интересное произведение По языку Оно написано Очень профессионально С точки зрения Раскрытия возможностей И органа И саксофона Но это Нельзя сказать, что это Совсем уж современное произведение Это XX век Также мы, естественно, Запишем произведение Тициана Бедетти Это наш современник О котором я уже сегодня говорил Обязательно мы хотим Записать Произведение Голландского Ныне живущего Композитора Ада Вамаша Которое называется Вера Оно написано Для органа И сопрано Саксофона И, на мой взгляд Тоже очень интересно звучит И раскрывает Всё звуковое Многообразие И разнообразие Которое может дать Дуэт Этих инструментов Ну и, конечно же Елена Вам хорошо известный Композитор Это Ханс Анрештам И великолепный органист И мы Обязательно запишем Тоже что-то из его произведений Которое он специально написал Для органа и саксофона Мы с вами немножко поговорили О том, что Не в каждом месте Можно То есть не в каждом концертном зале Или в каждой церкви Возможно устроить запись Где вы всё-таки решили записывать? Я думаю, что мы будем записывать Я надеюсь, что если всё состоится В Санкт-Петербурге Вот там Очень хороший орган И есть специалисты Которые могут это сделать Я надеюсь, что всё-таки В Санкт-Петербурге Это всё у нас состоится Как необычно Да Сами музыканты живут в Москве И в Москве десяток органов И тем не менее Выбран Санкт-Петербург Для записи Я думаю, это тем интереснее Для музыкального альбома И наши друзья Как раз Олесь Кравченко И Сергей Говров Собирают средства На краудфандинговой платформе Планета Для записи Своего музыкального диска Первого в России С записями Произведений Написанных специально Часто идут на концерт Когда видят просто орган Неважно, что звучит И вот вторым любимчиком Является саксофон Я не знаю Это я говорю вторым любимчиком Потому что я сама органистка Но, наверное, если бы Сергей Рассказал, то он сказал бы Первый любимчик, конечно, Это саксофон А второй уже орган Не будем разбирать Эту пальму первенства Но, тем не менее Действительно уникальный инструмент Который сейчас бьёт Все рекорды Используется и в академической Классической музыке И в джазовой В эстрадной Мне кажется Вот этот инструмент Это как бы и инструмент любви И инструмент в то же время Благодаря тому, что есть Такое количество разновидностей Способны исполнять Всевозможную классику Начиная от кларнитовых партий И заканчивая Специально написанными произведениями Для саксофона Вот кто же всё-таки Изобрёл этот инструмент Который так и называется Саксофон Сергей, расскажите нам Ну, как несложно, наверное, догадаться Из самого названия инструмента Изобрёл его великолепный Бельгийский мастер Адольф Сакс То есть, да И получилось название Которое состоит из двух слов Сакс Это фамилия мастера И фон Звук Саксофон Саксофон Довольно-таки молодой инструмент По меркам истории музыки Он был изобретён в 1842 году И патенты он получил, насколько я помню В 1846 году Адольф Сакс И до сих пор, на мой взгляд Этот инструмент Не до конца исследован И не до конца Раскрыты его возможности Как звуковые, так и технические То есть, мне кажется, может быть И поэтому То, что влияет на интерес К этому инструменту Как раз и является тем, что Он развивается и раскрывается Вместе с обществом Вместе с развитием Музыкальной культуры И композиторского мастерства Да, он действительно является Как бы и современным И поэтому, наверное Наиболее понятным Каждому слушателю Но, кстати, стоит отметить Что в 1842 году Когда бельгийский Мастер инструментов Адольф Сакс Приехал в Париж Познакомить известного Композитора Гектора Берлиоза Со своим детищем Он очень волновался Гектор Берлиоз Автор знаменитой Фантастической симфонии Был человеком замкнутым И принял весьма прохладно Адольфа Сакса И тот, не зная Какой же будет результат Их общения И как оценит Гектор Берлиоз Ушел в смятение чувств Ведь он приехал в Париж Завоевывать Париж Но не знал, как это удастся И вот посмотрите Послушайте Что Гектор Берлиоз Написал 12 июня 1842 года В Парижской газете Это инструмент с полным Приятно вибрирующим Огромным по силе И хорошо поддающимся Смягчению звуком Его главной заслугой На мой взгляд Является разнообразие Красоты звука То с акцентировкой То без Полным то страсти То мечтательности И меланхолии Отголоском эхо Слабым воплем ветра В лесу Или, что вернее Таинственными Мерцающими Отголосками колокола После удара Ни один инструмент Который Адоселе знал Не имеет Такого странного звука На пределе тишины Писал Берлиоз Это действительно был триумф И Гектор Берлиоз Одним из первых Стал использовать инструмент В своих произведениях И одна из карикатурных тем Это тема возлюбленной Как раз звучит У сопрано Саксофона Это очень яркий И необычный образ Ну а кстати Потом уже многие Стали писать Включать саксофон В партитуру Симфонического оркестра Но писали ли произведения Для соло саксофона Или так же он пока еще Оставался в тени Вот знаменитые романтики Ну вы знаете На самом деле История саксофона Она не очень простая Потому что Где-то Начиная с 1880 года В Европе Этот инструмент Был практически забыт И Он стал снова Приобретать популярность Конечно же Когда начала расцветать Эра джаза Примерно до 1910 года Ну 10-х годов Этот инструмент Был практически в забвении И конечно же Развитие Инструмента Как академического В основном Происходит в 20 веке И по большому счету Вот тот Наверное Сложно Использовать слово Шквал Произведений Но все-таки Да так волна Большое произведение Которое Есть для Саксофона Сейчас Написанного Написанных Это конечно же Вторая половина 20 века в основном Какая вот Абсолютная классика Именно в саксофонной Литературе В саксофонном Это Это Тамази Вот такие композиторы Они писали Такие хрестоматийные Уже Произведения Которые стали Хрестоматийными Произведениями Ну вот если Дорогие слушатели Любят ходить Например На Моцарта На Баха На Бетховена То конечно Эти уже Произведения То есть Как будто Не услышишь На саксофоне Но дело в том Что саксофон Настолько сейчас Стал универсальным И благодаря тому Что есть Несколько разновидностей Саксофон Сопронина Саксофон Сопрано Альтовый Теноровый Баритоновый Басовый И даже Контрабасовый И Сейчас Делают Транскрипции Буквально Всех Произведений Вот я не знаю Наверное только Лунную сонату Еще не играют На саксофоне Интересная Интересная идея Потому что Бах Конечно Очень часто Звучит Не только В джазовых Обработках Но и даже Именно В оригинальных Версиях Очень интересное Необычное Звучание Сергей А расскажите Как вы Пришли К саксофону Почему именно Этот инструмент Родились вы В Екатеринбурге Неужели Этот инструмент Настолько популярен В этом городе Знаете Ну История Такая Немножко Анекдотичная Мой папа Он пианист И он Не хотел Чтобы его дети Занимались музыкой Вот И Мне было 10 лет И родители Задумались О том Что может быть Все таки Ну Отдать меня В музыкальную школу Я очень хотел Пойти на гитару Очень хотел На классическую Гитару Но Стоимость обучения Тогда Была Равнялась 25 рублям А стоимость обучения На любом Духовом инструменте Три пятьдесят Вот И папа Предложил Что такая разница Огромная Давай мы тебя Отправим На Духовой инструмент И в армии Будешь Служить Вот И На какой инструмент Мы пришли К преподавателю Который Он был сам Тромпонист Но преподавал Совершенно все Инструменты Которые Духовые были И флейту И саксофон И кларнет И трубу И все Вот И он говорит Ну у меня саксофонистов Мало Будешь на саксофоне Я говорю Ну буду Вот И так вот Началась моя Саксофоновая история Удивительно В десять лет В десять лет Это конечно же Очень поздно Тем более По современным меркам Потому что Сейчас дети В пять В шесть лет Они уже играют так Как мы в свое время В конце музыкальной школы Играли Вот сейчас Как раз Сегодня Будет проходить Закрытие Конкурса Саксофонистов Саксатон В жюри Членом жюри Которого я являлся И конечно же Все эти прослушивания Которые проходили По видеозаписям К сожалению Меня поразили То есть сейчас Маленькие дети Играют Это нельзя даже сказать На другом уровне Это какая-то Другая галактика То есть Уровень Исполнительского мастерства На саксофоне Сейчас растет Ты даже не успеваешь Это осознавать Насколько быстро То есть Новая череда Талантливых Саксофонистов Будет не только Наступать на пятки Но и И очень-очень быстро К нам приближаться Но Такая история Ничего не сделаешь Мы Вы как педагог Также получается Имеете Лавры почета От этого И все равно Знаете Мне кажется Что конечно Нам Музыкантам Более взрослого поколения Иногда становится страшно Когда мы видим Что Уже нет той иерархии Постепенной Смены поколений Что Но в то же время Мы не знаем Как оно все сложится И когда ты являешься Большим мастером Как наш сегодняшний гость Сергей Говоров Я думаю Бояться не стоит И только стоит радоваться Тому Какое талантливое Новое поколение Итак Вы значит В 10 лет Начали учиться На саксофоне Затем Пошли в колледж Наверное Как все Да Причем я пошел Я поступил На эстрадное отделение А почему эстрадное Не академическое Вы знаете Это тоже все Такая череда случайностей На Мы с моим другом С пианистом Ильей Макаровым Играли уже На тот момент Какую-то эстрадную музыку И я вот решил Что мне наверное Будет интересней На эстрадно-джазовом отделении Я поступил Тоже на эстрадно-джазовое отделение Ну а консерватория Это было уже Академическое отделение Потому что К тому времени Как я закончил Училище Я конечно все больше И больше интересовался Уже академической музыкой Академической стихией И я поступил На Вуральскую государственную консерваторию В класс Академического саксофона Почему решили Извините А почему решили Продолжить обучение Уже совершенствовать мастерство В Москве А не в Екатеринбурге Ну мне очень хочется Избежать штампов Да При ответе на такой вопрос Что там стало тесно Или еще что-то Да В родном городе Мне просто Очень хотелось Прикоснуться К школе Самой нашей Известной Великой Саксофонистки Которая организовала Всю школу Саксофона В Советском Союзе Маргариты Константиновны Шапошниковой То есть это Совершенная Легенда И была И есть На данный момент Она преподает В Российской Академии Музыки И Мне очень хотелось Прикоснуться К ее методу обучения И к ее Уровню И поэтому я решил В аспирантуру Поехать Именно в Москву В Российскую Академию Музыки Я закончил аспирантуру И я очень Рад Что у меня Эти два года Были в моей жизни И решили уже Остаться тогда В Москве Концертировать Да Так получилось Что На тот момент В родном городе Уже связи Начали теряться Вот И как-то я решил Попробовать Себя В столице Нашей родины Вот И о чем не жалею Я очень люблю этот город Хотя Всегда говорю Что москвичем я не являюсь Для того Чтобы быть москвичем Наверное надо Как минимум В третьем поколении Родиться Но Я по-настоящему Люблю этот город И За его Темп И за разнообразие Культурной жизни И за Конечно же Совершенно Огромную массу Возможностей Выражать И находить Слушателей Для своего творчества Помимо концертной Деятельности Которая у вас Достаточно ярко И впечатляет Вы также Даете мастер-классы И еще Издаете сборники Расскажите Почему вы решили Заняться Такой Деятельностью Именно Создавать сборники Для начинающих Саксофонистов Вы знаете Когда я Преподавал В музыкальной школе Всегда Была проблема С репертуаром По большому счету Приходилось Учить детей И давать им Те произведения По которым Учились мы 25 лет назад А при современном Темпе жизни И разнообразии Именно тех Той музыкальной литературы Вне саксофона Которая есть Это конечно же Немножко было устаревшим И я Делал множество Переложений Для детей Каких-то И академических Произведений И эстрадных И в конце концов Я решил Что почему бы Не сделать это Для всех Преподавателей И мы С моим другом Великолепным маржировщиком Александром Левочкиным Выпустили Вот на данный момент Уже три Сборника Популярных Мелодий Все-таки мы Решили останется На таком формате Потому что Помимо классической музыки Конечно же Детям Очень нравится И очень хочется Играть что-то такое Что Ну вот Ну грубо говоря На слуху И Мы сделали Три сборника И Мне кажется Что этот проект Был Есть Важным Нужным И Многие Преподаватели Пишут Звонят Благодарят Говорят Давайте делать еще И в данный момент Мы работаем Над четвертым На четвертым сборником Я надеюсь Что он получится Не менее интересным Чем все предыдущие Мы тоже надеемся Желаем вам В этом успеха Конечно Как удается Совмещать И Концертную деятельность И педагогическую Еще Вот редакторскую Ну Редакторская Деятельность Она была Для меня С одной стороны Новой С другой стороны Я получил От нее Огромное удовольствие Потому что Я Как я всегда говорю К сожалению Я являюсь Перфекционистом Что Иногда Мешает жить Да В обычной жизни Но вот Именно Вот эта Редакторская Деятельность Когда Я там Выискивал Все запятые Все Все Штрешочки Все нотки Я прямо Получал Огромное удовольствие И мой Перфекционизм Внутренний Прямо Внутри Раскрывался И кайфовал Что да Наконец-то Ты мне дал Такая возможность С такой же С таким же Перфекционизмом Относитесь К исполнению музыки Однозначно Но иногда Тотальный Перфекционизм Конечно же Мешает Потому что Это Исполнение музыки Не Не нотный текст Не книжные Буквы А все таки Это творчество Все таки Это искусство И конечно же В процессе Занятий В процессе Репетиции Мы стараемся Достичь Максимального Качества Конечно же Технологического Технологического Но Все таки Не нужно забывать Что исполнение Это живой процесс Который Зависит от Огромного Количества Вещей Которые происходят Здесь сейчас В данный момент И от настроения Зала И от акустики Да И От даже погоды Когда там Начинает идти дождь И по крыше В соборе Это да Все моментально Какое-то ощущение Меняется Поэтому Я надеюсь Как раз Я стараюсь Как раз Свой перфекционизм Так скажем Немножко Приглушать Во время Творчества Ну Кстати Вы сказали О том Как влияет Публика На На ваше настроение А вот Насколько Вы чувствуете Изменение Настроения Публики От начала К концу Концерта Ну Вы знаете Мне кажется Любой Хорошо Концертирующий Многоконцертирующий Музыкант Это чувствует Очень хорошо Потому что Часто бывает Так что Ты выходишь И Зал Тебя встречает Очень осторожен И Раскрывается Он Там Ко второму Или третьему Произведению Это кстати Очень сильно Зависит От страны И от города В котором В котором Тебе Приходится Играть Бывает Что Зал Сразу же Зажигается И отдает Тебе Эмоции И позитивные И Может быть Какие-то Грустные Веселые Но Это Чувствуется Довольно-таки Довольно-таки Сильно Потому что Это уже Как По оголенной Коже Музыканты Опытные Это уже Чувствуют Есть какое-то Произведение После которого Реакция публики Всегда очевидна Ну Вы знаете Конечно Публика Любит Те произведения Которые Она знает Потому что Когда мы Составляем Программы С Олесей Мы стараемся Конечно Чтобы В течение Нашего концерта Была совершенно Разнообразная Музыка Не только Полностью Современная Не только Полностью Классическая Мы стараемся Делать Какой-то Такой Микс Чтобы Слушатели Могли Открыть Для себя Что-то Новое И Услышать То Что Они Знают Но Конечно Если мы Берем Какие-то Эстрадные Произведения Гершвин Это всегда Беспроигрышный Вариант Вот Если мы Играем Новогодние Концерты То Конечно Ж В лесу Родилась Ёлочка У нас Тоже Есть Пикатуария Да И конечно Люди Совершенно Взрываются После этого Но И очень Любят Академическую Музыку И Баха И Моцарта И очень Хорошо Также Реагируют На Современную Музыку Хотя Она Требует Большей Работы Слушателей Во время Концерта Дорогие Друзья У нас в гостях Известный Российский Саксофонист Сергей Говоров И мы Конечно Разговариваем И о Саксофоне И о музыке Для саксофона В данном Случа С органом Дело в том Что Сергей Говоров С органисткой Кстати Моей Однокурсницей И по Музыковедению И на Кафедре Органа Олеся Кравченко Так вот Сергей Говоров Олеся Кравченко Собирается Записывать Диск С произведениями Современных Композиторов И организовали Сбор на Краудфандинговой Платформе Планета Точка Ру Каждый из нас Живущий В любой точке Мира Может поддержать Этот проект И внести Свой вклад И там Кстати Можно и Приобрести Новый альбом Сергея Говорова И Олеся Кравченко Их дуэт Существует Уже с 2006 Я не представляю Сколько музыки Можно сыграть За это время И действительно Мы сами не представляем Не случайно Что уже для них Современные Композиторы Специально Пишут Музыку И Эти произведения Также войдут В новый альбом Сергей Говоров С Олеся Кравченко Споступает И по всей России Ездит И в Европе И конечно же Очень много концертов Дают в самой Москве Сергей Есть ли какой-то Любимый зал Или этот собор В Москве Где вам нравится Играть больше всего Ведь Помимо того Что орган Сложный инструмент В качестве дуэта Он еще и сложен тем Что у него Везде Разная Темперация Или ниже Или выше Очень редко Где можно Найти орган С этими Забвенными 440 герц Да Вы находили Елена где-нибудь Такой орган Я живой Нет Конечно Это электронный Только Да Ну и какой у вас Любимый зал Мне конечно Как органистку Интересует Органный зал Я знаю Что вы играете Очень много Но так как мы Говорим о вашем Дуэте с Олесей Кравченко Какой любимый Органный зал Ну вы знаете Наверное Будет некорректно Говорить Что вот этот Любимый Этот нет Все залы Конечно же Разнообразные В каких-то Комфортнее играть Именно Дуэтом В каких-то Просто совершенно Классно находиться Но для меня Я на самом деле Очень люблю орган Вот И я всегда Когда мы делаем Регистровку с Олесей Я говорю Олеся Органа должно быть Как можно больше Вот Но мне конечно же Очень нравится Как звучит орган В кафедральном Соборе Католическом На Малогрузинской Который находится На Малогрузинской Да Это совершенно Какое-то такое Знаете Нельзя сказать Интересное Хотя конечно Это интересное место Особенно Когда мы там Репетируем По ночам Как будто Ты попадаешь В другой век Как будто Ты Время начинает Идти Совершенно По-другому Там какое-то Уникальное Настроение И мироощущение Этого зала Поэтому Конечно же Вот в этом зале Мы всегда Играем С большим трепетом Но Вот с точки зрения Допустим Акустики Это не самый простой зал Потому что Там очень большое эхо То есть Если зал пустой И ты берешь Отдельную ноту Да Штрихом стаката Короткую ноту Там 5-6 секунд Она тянется То есть Играть какие-то Произведения Которые Требуют Какой-то виртуозности Ну довольно-таки Непросто Поэтому с точки зрения Акустики Мне Очень нравится Зал Который находится В музее Глинки Да Там Специально Для органа Построен Построен Концертный зал Он небольшой Но опять же У этого органа Очень высокий строй То есть Там практически 445 И С этой точки зрения Играть Довольно-таки Сложно Поэтому каждый зал Играть Свои особенности Свои сложности Свои сложности Потому что Честно говорю Мне как инструменталисту Играть с органом Ну не всегда бывает Просто Даже с той точки зрения Что Ну орган Если это Слава Богу Да Живой Настоящий орган Вот При всем уважении Электронным органам Допустим В том же Соборе Католическом То есть Там трубы Находятся На довольно-таки Большом удалении Друг от друга А стоять Ты можешь Только Ну да С одной стороны Органы И получается Что Ты репетируешь Когда слышишь Всю партитуру Органную А когда начинаешь Играть Половина уходит На другие трубы И музыка Иногда меняется Просто до неузнаваемости И приходится Играть зачастую На ощупь И конечно же Вот В этих случаях Спасает То что мы Ну что называется Очень хорошо сыграны С Олесей Но все-таки Орган Это не самый Простой Для этого Исполнения инструмент Да А еще стоит вспомнить Инструменты Романтического Органостроения С сильным Запаздыванием Трактуры То есть если Да То есть например Такой же В церкви Петра и Павла Точно такой же Орган Установлен у нас В церкви Старой церкви Святой Гертруды Они можно сказать Как братья И Кстати в Риге Орган С еще большим Запаздыванием Это в церкви Святого Павла Там действительно Играешь на ощупь И вот Сергей сказал Что В одном из самых Больших На одном из самых Больших органов Это в церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии В Москве На Малой Грузинской Реверберация 5-7 секунд И вот представьте Дорогие слушатели В Домском соборе У нас 11 секунд 11 секунд Составляет эхо Шикарно Да Это действительно Большое мастерство Играть С инструментом Часто говорят Саксофон Король инструментов И также Конечно Говорят Орган Король инструментов Но Про саксофон Еще говорят Душа инструментов И действительно Настолько Лиричный Иногда Может быть И интимным Инструментом И сыграть Настолько Разную музыку И разные Произведения И изобрел Его Бельгийский Мастер Адольф Сакс Кстати Из 14 Разновидностей Саксофона До нас В наше время Используется 7 Я их уже Называла Это Сопранина Сопрано Альтовый Саксофон Теноровый Баритоновый Басовый И контрабасовый Чаще всего Используется Из них 4 Это Сопрано Альтовый Теноровый И баритоновый И почти все Саксофонисты Владеют Всеми Инструментами И часто Можно увидеть Саксофонисты Идущим Сразу С несколькими Это Очень интересно Когда 4 футляра Или бывает Все-таки Футляры Когда Два Точно Сопрановый И альтовый На каких Вы инструментах Играете Сергей Я играю На Сопрано Альт И тенор Саксофонах Вот Но сейчас Меня неотступно Преследует Мысль Что я очень Хочу Баритон Саксофон Но это Такое Недешевое Удовольствие Вот И опять же Эти инструменты Нужно где-то Складировать Хранить Вот Да он Довольно-таки Большой Мне очень Мне очень Хочется Сейчас Приобщиться К исполнительству На Баритон Саксофоне Мы вам Желаем В этом Успехов У нас Сегодня В гостях Был Замечательный Музыкант Известный Саксофонист Сергей Говоров Благодарю вас За интересную Беседу И желаю Скорейшего Возобновления Творческой Концертной Деятельности Сергей До свидания Спасибо Огромное Всего Доброго